Нежность. Я часто захожу сюда выпить кофе, просто посидеть в тишине, небольшое кафе-столовое, уютные диванчики. Можно спокойно смотреть в окно, думать о своем, неспешно пить кофе. Очень люблю разглядывать посетителей, каждый отдельный мир. Кто-то забегает перекусить, кто-то, как я, ищет уединения, кто-то на ходу обедает, не приставая решать рабочие вопросы. А вот и они. Эту пару я вижу здесь не первый раз. Он и она, глубоко пожилые, она с палочкой, он выглядит более бодро. Ее пальто, кажется, из прошлого века, да и его нелепая спортивная шапочка смотрелось бы смешно, если бы не то достоинство, с которым он снял ее при входе. Не торопясь, заходя, оглядывается, выбирает столик. Он подводит ее к креслу, отодвигает, помогает раздеться, сесть, с заботой склоняется над маленькой седой головкой. Ты супчик будешь? Да, пожалуй. Сухие ручки, похожи на куриные лапки, сложенные перед собой. И еще котлетку возьми, пожалуйста. Я сейчас, посиди, только не вставай, пожалуйста. Я все возьму. Она сидит, а я потихоньку разгляду в ее. Совсем морщинистое лицо когда-то явно было лицом красавицы. Черты тонкие и глаза уже совсем прозрачные, но в них такая глубина, какая бывает только у тех, кто много чего повидал в этом мире. Она явно где-то не здесь. То тень примлекнет по лицу, то легкая улыбка сыграет в морщинах. Кем была она в той, прошлой жизни? Он возвращается с подносом. Аккуратно расставляет все на столе. Едят не торопясь. Им уже некуда торопиться. И молча. Это молчание людей, которые так давно вместе, что им и разговаривать не надо. Они слышат сердце. Мне бы уже бежать, но я жду. Так хочется погреться еще их теплом. Когда все тарелки опустили, улыбнулись друг другу. Ну, вот и хорошо. Так же, не торопясь, он помог ей встать, слегка приобняв и, как мне показалось, поцеловав в ушко, помог надеть пальто и перчатки. Конечно, перчатки. Одна ее рука сжимает палку, а вторая она держится за него, как держалась, вероятно, всю жизнь. Выхожу за ними. Домой или в парке погуляем? Заботливо спрошит он, надевая свою странную шапочку. Давай в парк. Такое солнышко сегодня. И улыбнулось ему, своему мужчине. А я шла. И мне было тепло от их нежности. Какими же нужно быть человеками, чтобы через все, что прожили, пережили, испытали, сохранить эту нежность друг к другу. Не роптать, не ныть, а просто быть нежными. Пока еще здесь, пока еще рядом. Автор Ольга Горячева.